Сейчас мы проделаем путь от дома до стоянки, причем вместе с ребенком, точнее манекеном, потому что его нельзя одного оставить дома. Сейчас начинаем движение. Константин решил организовать эксперимент, чтобы показать, что район Парнас, в котором он живет, плохо приспособлен для инвалидов. Первый порог из квартиры преодолели, коридор, тамбур и лифт позади. Константин, первое препятствие это такой порожек дверной. Скажите, насколько сложно преодолевать? В нашем случае это не сложно, поскольку я коляской сам управляю. Для тех людей, которые пользуются коляской в индивидуальном порядке, то есть вращают ее колеса, это, конечно, уже проблема. На выходе из дома тяжелая металлическая дверь с неудобной ручкой и порогом гораздо выше, чем у предыдущей двери. Задевая узкие стены, специальная коляска для ребенка-инвалида еле-еле проезжает. Спустя 15 минут участник социального эксперимента оказывается на улице. С крыльца съезжают по пандусу. Перед тем, как мы отправимся на штрафстоянку, давайте посмотрим, как обстоят дела здесь с парковкой для инвалидов у вас во дворе. Стоянка есть на 15 машин, вот только из всех припаркованных авто со знаком «инвалид за рулем» нет ни одной. Вот и приходится Константину парковаться в другом месте нередко с нарушением правил. В последний раз авто эвакуировали с пешеходной зебры. Для того, чтобы вернуть машину, идем на остановку автобуса более получаса. Высокие поребрики, лужи и лестницы встают на пути. Цель этого эксперимента – показать общественности и чиновникам то, что федеральные проекты «Доступная среда» работают неэффективно, по крайней мере, в отдельном районе Петербурга – Парнасе. Мы прибыли на остановку общественного транспорта, маршрутки нам не по пути, потому что туда просто нельзя никак завести коляску. Ждем автобуса, но автобус прибудет лишь через 40 минут, поэтому решаем, наверное, уже идти пешком. Так, наверное, будет безопаснее и для самого ребенка. Ну, так будет небезопаснее, но так будет быстрее, потому что мы 40 минут ждем и в 40 минут едем, а так мы за это время дойдем. Идем более часа по промзоне, неровные дороги, лужи, грязь, да еще и сильный холодный ветер в лицо. Если бы в коляске сидел сын, он бы просто замерз, говорит Константин. Здесь нет даже тротуаров для пешеходов, поэтому идем по проезжей части, иначе к самой штрафстоянке не подойти. Коляску с манекеном замечают охранники и не сразу впускают Константина. Разрешают оставить ребенка у ворот. После часа ожидания здесь, возле штрафстоянки, все-таки наш герой выехал уже на своей машине. Есть положительные моменты, которые обнаружились в процессе. Это то, что все-таки соединили, наконец, штрафстоянки вместе с сотрудниками ГИБДД. То есть у нас все-таки маршрут сократился, да, и наш квест немножко стал покороче, что приятно. Трехчасовой эксперимент для Константина завершен. Он надеется, что чиновники обратят внимание на проблему инвалидов в этом районе. Хочет, чтобы строители планировали удобные дорожки, тротуары и лестницы на стадии проекта. И все-таки начали штрафовать тех, кто занимает парковочные места для инвалидов. Павел Панов, Алексей Харьков, Life78.